Выставили свет, настроили камеру, ведущие уже готовы. Работы на съёмочной площадке детской школы искусств номер 2 кипит. Здесь проходят съёмки просветительского диджитал-проекта «Культурный алфавит». В своих видео ребята в простой и доступной форме рассказывают о значении терминов русской народной культуры, которые давно вышли из употребления. Участники съёмок примеряют на себя разные роли оператора, ведущего или монтажёра. Ведущей быть не тяжело, но есть свои маленькие проблемы. Например, когда ты снимаешь, у тебя может попасть смешинка, и ты начинаешь смеяться, смеяться и смеяться. В итоге у тебя получается, что ты только эти дубли закончишь где-нибудь через 40 минут. Были свои сложности. Допустим, снимать опросы на улице было очень трудно поймать человека, который хотел бы ответить на наш вопрос. Съёмки всегда проходят по-разному. Когда получается первый раз что-то записать, а когда, как уже говорили, ловят смешинку и всё. Очень сложная тема, кто сидит ещё и в наушниках, слушать все шуршания. Террорушки, святец, моталочка, коклюшки. Каждый выпуск раскрывает значение удивительных терминов из мира народного творчества. Цикл телепередачи реализуют в Школе искусств при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Креативная идея и достойное воплощение. Такой отзыв о выпусках составили члены жюри 13-го международного конкурса детских и международных СМИ «Юнга плюс», организатор факультет журналистики Челябинского государственного университета. Чем он интересен? Тем, что члены жюри обязательно дают не только оценку, но ещё и словами прописывают своё отношение к проекту, который они отсмотрели. Наш диджитал-проект «Культурный алфавит» победил в номинации «Лучшая ТВ-программа». И они написали, что очень креативная идея и очень хорошее воплощение этой идеи, что для нас очень важно. Победители и призёры конкурса получат дополнительные баллы при поступлении в ВОЗ. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.